Здравствуй, зритель. Если ты приперся сюда чисто из распаковки, то welcome to hell. А если ты так же, как я, хочешь посмотреть, что же за это фотоколк с такой Лёля купила, то давай сюда тоже. Короче, он у меня уже дня три. Я с телефона управляю камерой. Я так от самой себя тащусь, что разрываясь между желанием пыриться в телефон и не пыриться в телефон. Он в пищевую пленку запакован. Это было куплено на Озон. Ой, блин, я даже уже не знаю, по чему кайф на рынке. Но я в инфобоксе оставлю ссылочку. Я бы, может, сейчас глянула, но там как-то это всё печально с управлением с телефона. Что-то, мне кажется, тысячи за полторы. Это всё было счастье. Озон сейчас экономит на пакетиках. Если хочешь пакетик, то надо его тоже показать. В общем, я была не уверена, что у них будет такой пакетик, который войдёт. Может быть, конечно, в год и войдёт. Но как это везти на велике? И поэтому я не заказала. Конечно, можно было бы там расчехлить вот это всё. Я бы понесла за ручечку. Но я когда выбирала его, был местами дождик. Ну и, в общем, у меня это счастье доехало на багажнике благополучно. О проблемах прицепления этого счастья на багажник ты можешь послушать в моей телеге. Ссылка на телегу, есть в инфобуксе, там есть ссылка на чатик, где можно просто потрепаться между собой. А есть ссылка на блогик. Там сейчас ещё есть пара блогиков, блогик и чатик, но я пока нигде не кидала ссылки, если только сейчас вспомнила про это. Сейчас я повтыкаю, как оно. Да, видится в камеру. Ты меня не видишь, но я вижу свою руку. Привет, зритель! Смотри, какая шикарная хрень. Короче, у нас тут змеечка. Ну да, это вот вся вот эта штука, она за полторы тысячи сюда входит, если память не изменяет. Шесть фотофонов, коробочка, осветление, ну в смысле свет для коробочки и чехольчик. Ты скажешь, Лёля, нахрен тебе фотобокс с фотофонами, ты же типа дофига видеоблогер. Но я тут внезапно, уже недели три, как стала аббассадором Кукпада и поняла, что, ещё до этого поняла, что надо бы фоткать как-то на красивом, на чём-то. Ну, точнее как, когда я делаю фотоотзыв для Кукпада, у меня всегда рядом стоит чаще всего ноутбук, мышка. Слушай, такие мягкие фотофоны, я думала, оно по-другому немножко выглядит. Мышка, ноутбук, коврик и рядышком ютится тарелочка с блюдечком. Или с едой какой-нибудь. Короче, я вообще представляла по-другому. Он очень мягкий. Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот бывают такие пенопластовые плоские тарелочки, на которые там фруктики какие-то уложены, это всё под пищевой плёночкой или ещё чего-нибудь. И вот это из похожего пенопластика, тоненького такого же, но только если более тонкого. Совершенно белый фотофон. Я думала, что это будет или какой-нибудь винил, или какая-нибудь вообще клеёнка. Я даже как-то, ну, оно мне как-то даже... Ой, ногой сдвинула свою кольцевую лампу. Дополнительный свет. Оно как бы между, вау, офигеть, и я что-то не так, не ожидала, что оно такое будет. Прикольно, короче. Ну как, я искала, смотрела на вайперис, на отзону, цену, комплектацию, отзывы и так далее. У этого 14 дней срок гарантии, то бишь, если не включится вдруг свет, то можно сдать. А если включится, значит уже включится. Вот у меня на эту самую кольцевую лампу также было 14 дней срок гарантии, но с ней всё ништяк. Так же. Ну и, короче, я чисто искала по цене и комплектации. И фоны можно, конечно, докупить, там, какие-то другие. Плюс это самый максимум, это 40 на 40 сантиметров. Это вообще, ну, видно нормально. А все какие-то были там за 600, за 400 можно было купить 20 на 20. Ну, туда только тарелка влияет, и всё. А у меня была в прошлый выходной моя подружка. Мы с ней кушали и не только. Даже, наверное, в позапрошлый выходной. Я ждала вообще доставку сегодня, но вот оно пришло намного раньше. И она, когда узнала, что я купила себе фотобокс, заказала. Она вау, я тогда к тебе приду, приду с красивой бутылкой красного вина. Поставим эту бутылку и на нормальном фоне её напрягает то, что у меня обои в квадратик, клеёнка в квадратик. Хотя я уже сама эту клеёнку подарила. Она уверяет, что я именно такую хотела. А ей хочется вот фотофон какой-нибудь синий. Тут у нас проводок, смотри, короче. Ну, она говорит, я тебе приду девятого, после девятого, с бухлом. И сфоткаю его, и поставлю там себе на аватарку. В одноклассники. Можешь зайти в одноклассники. У меня одноклассники теперь будут исключительно такой помойкой. Они и раньше-то у меня были как бы такой помойкой. Если мне что-то приходило на обзор, то я потом репостила ещё и в одноклассники. Чехольчик. Довольно добротный чехольчик. Он здесь вот как бы такая, нетканный мягкий материал, но внутри оно вот непромокаемое. В общем, если ты под дождь попадёшь, то оно не промокнет. В общем, если бы я бы ранее знала, я бы так и сделала. И поехала бы налегке. Не деморясь, свалится ли оно там. Но оно нормально доехало на этом самом, на багажнике. Короче, очень добротный чехольчик. Ну, в общем, я в одноклассники стала теперь скидывать не только репосты того, что мне прислали на обзор, редко, но метко, от какой-нибудь там компании сотрудничества. Но ещё и репосты какого-нибудь там полуспама от Кукпеда. Так вот, там уже из серии Трикстер в оплатеже, да, в гулячном движении, так у меня одно время назывался уже, я не помню, может, так оно и называется. Тут обычно USB 2.0. Тут хвостик подойдёт, допустим, если у тебя телефон Huawei, Huawei Honor. Или там какой-нибудь алкотель, ещё чуть-чуть. Ну, классический такой хвостик. У меня такой же хвостик от планшета маленького, текст от... Тут он вкл, и тут же сюда мотание. Ну, как бы прибавить, убавить. Сейчас мы его будем... У меня была где-то инструкция по применению, как его открыть. Он так интересно сложен, я думала, это будет легче. Так вот, я туда бутылку красного вина на аватарку, на одноклассников заход учила. Довольно плотный материал. Мне кажется, придётся заглядывать, взять на паузу и заглядывать в инфармашку, как это снять. Потому что я так поняла, что с этим мучаются все. А нет, бри! Если потянуть за хвостик, то будет небольшое тебе счастье. Если аккуратно потянуть за другой хвостик, то будет нам ещё одно счастье. И да, самый прикол, короче, что вот это. Я же всегда стараюсь покупать оптимальное такое. Абсолют вообще. У меня вот абсолют всего, абсолют всего. Так же, как этот штатив, на котором камера стоит, а за 2,5 покупала. Ну, думаю, ну, куплю рублей за 700. Пришла, посмотрела и купила за 2,5. Самый дорогой. Ну, и да, вот тут, короче. Во-первых, тут, сейчас ты сам увидишь, двойная светомузыка. Ну, в смысле, двойной свет. Двойная подсветка. Во-вторых, можно снять вот эту штучку и сфоткать сверху. Мы сейчас пока её снимать не можем, надо собрать сначала этого товарища. И в-третьих, тут 6 фотофонов. Он 40 на 40 сантиметров. Большой, оптимальный, ну, нормальный как бы. Бутылка вина, не знаю, влезет, не влезет, но можно постараться. Потом, у него есть чехольчик. И у него, вот на фото это выглядело несколько иначе, но у него очень плотная вот эта вот штука. Я боялась, а там у некоторых отзывы такие были. Мне кажется, эти отзывы, такие отзывы люди пишут, но я не знаю, под какими-то, может, веществами. Мухоморов переели, не в том количестве, как надо. Короче, вот видишь, вот тут вот дырочки. Они заделаны, но вот пальчиком нажал, и дырочка случилась. Чтобы закрыть, может, у тебя такая же тема, вот, ты будешь думать, как это, блин, сделать. Вот, ну, сначала вот здесь вот, видишь, кнопки. Сейчас мы эти кнопки сначала запигачим. Тут тоже, кстати, другой стороны, кнопки. Я думаю, можно сначала сделать вот так. Вот, сначала берешь кнопочку с жопки, потом дырочку, а потом уже листик вот с другой кнопочкой, она как бы вот так. И будет нам с тобой счастье. Наверное, надо с моей стороны сначала сделать. Так вот, для чего можно использовать фото-бокс. Если ты фуд-блогер, либо ты делаешь какие-нибудь рецепты в каком, ну, в каком-нибудь общем доступе. Так, видимо, надо сначала так сделать. На этих кнопочках. Куда подевается. Я, правда, пока не знаю, где его хранить буду. Может быть, не падает штучка. Может быть, на этом самом, на шпаку, который в коридоре. Собрать-то целая проблема. Так вот, если ты делаешь шпаку какие-нибудь, видимо, надо это делать вот так. Ты меня сейчас тут временно не увидишь. Я, наверное, тебя тоже. Ну, в смысле, камеру. Там будут некоторые зазоры, но это чисто как бы из-за конструкции склеивания. Вот. Из-за того, что оно плотное, тут очень адыгеморно. Так, закрылась. Держим. Я не знаю, как люди, которые каждый раз собирают и разбирают это счастье. Учитывая, что оно очень плотное. Оно такое большое, оно вообще огромное. Короче, я его, наверное, буду хранить на шкафу. Там, где сейчас у меня тыква стоит. А может быть, на шкафу, который в финалу. Ой. В этом самом. На балконе. Чисто купить фотофон, это не вариант, потому что, хрен знает он. Ну, положить надо, ну, там, на, чтобы не было, допустим, видно ноутбука, опять же, который обычно тут бывает. Штучка. Ну, будь человеком. Давай уже готовься, а. Во. Если долго мучатся, что-нибудь случится. Так. Тут они крепёшки, ты-то не видишь. Я тебе сейчас не показываю. Ну, в общем, не знаю, как получится и как оно там соединяется. А, вот, оно соединяется. Короче, может, ты не видишь, но вот здесь вот оно соединяется, эти двери. Я сейчас гляну, как это выглядит с этого самого. В общем, вот это вот, оно соединяется так проводом. И эти две световые панельки. И вперёд, и зад. Оно, короче, соединено. И когда включаешь одно, как раз-то, у нас загораться и второе. Но у нас оно сейчас кверх ногами. Обалдеть, какая крутая штука. Ай да, Лёля. Ай да, чья-то, дочь. То есть, сверху оно, сейчас я показываю, вот, оно на липучках. Ты можешь её снять. И когда поставишь сверху, я потом камеру поменяю положение, чтобы ты видел. И вот так сверху фоткать еду, как бы, еда, вот в кружочке. Сейчас мы обратно налепим это счастье. Есть фотобоксы, которые, как бы, просто, вот, как будто кольцевая лампа сверху. Есть с одной полосочкой. Есть полосочка, которую можно докрепить. Есть вот, как этот с домя, сразу. Сейчас мы его протестим на световключаемость. У меня возьму тут один хвостик от зарядки от Самсунга, который у нас вафлю раздаёт. Втыкаешь в любую вот такую телефонную зарядочку. Включается оно у нас вот с этой стороны. Довольно туго входит, скажу я тебе. Сейчас мы посмотрим, что у нас будет. Розетка, иди сюда. Конечно, сзади меня тоже есть розетка. Но тут удобнее. Вот. Огонёк загорелся. Сейчас мы на него нажмём. Слушай, как светло. Обалдеть. Ты же видишь этот свет, да? Вот он, свет. Ну и тут можно уменьшить свет. А можно увеличить свет. Вот тут это уменьшается, короче. А тут вот увеличивается. Чтобы увеличить, надо нажимать. Ну, как вот у меня на одной кольцевой лампе надо просто нажать на кнопку. А на другой кольцевой лампе надо нажать. Я сейчас чуть-чуть отрублюсь и включусь уже, когда с фотофоном будет. Я же как бы, как бы я тебе, зритель-то, я забыла, тут же, ну, как бы крепится такое. И может быть, ты не догоняешь, как оно крепится. Поэтому я сейчас включила. Тут, может, руки мои будут совершенно в кадре. Очень сильно. Ну, вот ты, наверное, видел. Я тебе сейчас просто покажу другие кусочки. Вот тут дырочки такие. Может, тут их, конечно, не особо видно сейчас. Дырочка. Вот палец можно через нее просунуть. И на одной части листа сверху дырочки. А на другой части вот этой вот, допустим, штуки. Фигнюшки, на которой эти дырочки можно засобачить. Повесить, короче, как бы крышечки такие. Вот оно. У меня очень близко тут расстояние, поэтому он, как бы, сильно в кадр-то совсем весь даже не влезает. Вот я его приподниму. Вот так. Можно расправить. Можно, если чуть-чуть на себя потянуть, то, ну, как бы, не расправлять. Там, если тебя напрягает, вот что это линия, потому что некоторых напрягает. То можно чуть-чуть потянуть, по-другому расправить. Но суть такая, что я считаю, что она, как бы, должна быть. Потому что, ну, не в воздухе же оно, там должен быть какой-то объем. Поэтому вот эта линия сгиба должна присутствовать. Это я так считаю. Есть, конечно, гуры стиля, которые думают, что если ты фоткаешь еду, то там обязательно в кадре должно быть овер дофига лишних каких-то элементов. Еди не соответствующие. Кстати, у меня же тут кольцевая лампа. И она немножко дает такую тень. Я сейчас сменю свет в ней. Ну, в принципе, вот она, если чисто даже лампу сейчас выключить, посмотрим как. Кольцевую, которая этот цвет дополнительный дает. Ну, просто может не совсем так вот. Ну, не видно, что это совсем желтый, да, потому что тут всякий-то светомузыка наша включена. Вот. Вот такой фон. Это без подсветки, если. Ну, и вот если она сейчас я включила, при этом кольцевую лампу. Ну, и сейчас я тебе просто продемонстрирую сверху. Рука. Видишь, вот тут то место, где рука, ты можешь как бы это открыть и посмотреть. Сейчас я просто камеру поднесу уже, как вот это выглядит. Как это будет выглядеть, если ты там что-то сверху решишь фоткать. Давай включим обратно свет. Потусклее его сделаем. Совсем такой тусклый. Да, можно держать просто на кнопку, не обязательно дофига включать, и она сама увеличивается. Положим сюда наш фотофон другой, скрученный. Прям просто фотофон такой. Я думаю, при случае можно еще поэкспериментировать не только с каким-то фоном. Вот как ты кладешь туда, да, вот просто еще что-то где-то куда-то присобачить. Я прям в восторге от нее, если честно. Но тут как бы, да, вот видно, что оно немножко сюда вот уходит. Что может там как-то распрямить бы надо. Но может при случае со временем оно распрямится чисто из-за того, что оно сложено было. Ну, как бы, с одной стороны, что вы хотите, а с другой стороны, не все нравится. Я сейчас даже, наверное, положу на тарелочку. У меня тут есть черника форте, она с анбери, в общем, смесь послена и бузины. Которая у нас в саду выросла, и из нее можно сделать настойку и потом пить по нескольку капель для общего укрепления организма. Или, допустим, кушать ее по нескольку ягод, только если вы при этом не ребенок или беременная. Все, всем остальным можно. И сейчас я сюда, наверное, сделаю тебе такую вид в фотофоксе. Вот смотри, зрители. Сейчас я, наверное, все-таки на руке это сделаю. Я пришла к выводу, что мне все-таки надо штатив на 2 метра. Потому что этот только на метр шестьдесят два. Примерно с мой рост. Прошу прощения за возможный тремор. Вот вид сверху. Это черника форте. А это как оно выглядит. Не, ну круто, да? Я еще что-то подумала, что можно, допустим, делать какие-то шорты и вот ставить телефон на стадикам. А сюда что-то кидать и вот еду какую-то. Вот когда я делаю там, допустим, шорт с каким-то чаем, чтобы был реально такой красивый вид. Вот у нас вот эти фотофоны мягкие, хорошие. Вот те самые дырышки, про которые я говорила. И вот здесь как раз видно, видишь? Вот. Это наша крышечка. Вот такую штуку я себе купила. Артикул будет в инфобоксе. Может быть, в закрепленном комментарии, если не забуду. Ну и если у тебя уже есть фотобокс, фотофон или чем-то ты таким занимаешься, допустим, ты какой-нибудь дофига футблогер, мало ли. Или постишь куда-нибудь рецептики и фотоотзывы. Дай знать в комменты. Ну и скажи свое мнение, как бы. Лёля, типа, вау, у тебя такая штука, типа, есть. Теперь. Может, у тебя какие-то идеи возникнут. Применить со мной эту штуку. Чтобы я применила эту штуку. Для какого-нибудь видео. Вот это вот. Черника форта. Ой-ой-ой, ягодки упали. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...